Это часть медалей Ирины, а здесь вот все наши аккредитации, где, в какой стране мы находились. Маленький-маленький музей, которому, в общем-то, здесь было больше, но пришлось немножко убрать. Скульптура художница изобразила Ирину Ивановну. В расцвете сию выступала. Здесь ее знаменитая фотография знаменитого фасадобля, испанский танец. Первая спартакиада народов СССР. И вот она ее выиграла, стала первой чемпионкой спартакиады народов СССР. Ну, а здесь вот мы все втроем радовались очередной победе Иришки. Это награды моего мужа. Здесь такой уголок мы просто сделали, где моя мама, мой муж, самая основная его медаль, олимпийская медаль. Я ее подарила внучке. Подарила внучке олимпийскую медаль и золотые часы, которые подарил министр обороны за соревнования, которые они выиграли, чемпионат мира и олимпийские игры. Именные находятся у внучки. А далее по наследству. Бабуся и мама мріють, что колись и вона працюватима у школы Дерюгеных. Художественну гимнастику, несмотря на нее со стороны, сказать, прыгают девчонки, балеринки, там, попрыгушки. Нет, это вид спорта, который должен обладать силой, мужеством и грацией. Понимаете, без силы, мужества невозможно. А грация, это как уже подчеркивает, что это девичий спорт, женский вид спорта, что они красивые девушки, это все вместе должно быть. Распорядок дня, если это обычно проходит на учебно-тренировочном сборе, они тренируются 6-15, дети все со свинцом на ногах работают, выполняют общие физические упражнения с нагрузкой, со свинцом. И затем идет предметная подготовка и бассейн. После завтрака дети отдыхают, час-полтора максимум. И затем у них идет общая физическая подготовка и специально после обеда дети отдыхают. Идет полтора часа урок хореографии. И мы часть захватываем ОФП. После этого мы переходим в борцовский зал, где работаем с отягощением. И потом идет, дети заполняют свои дневники, описывают то, что им удалось, что не получилось. Я знаю, что больно, но не потерпишь, ты же терпишь все равно боль. Любой боль терпишь, правда? Давай, давай, сядь ровно. У день зйомок у Наталі Годунку був день народження. Але ж це не привід для відпочинку. Держи, держи правильно, держи плечи, а я и ногу. Держи, як ви мене сломаєте. Я тебе сломаю? Для этого очень надо много сил приложити. Мы тебе желаем здоровья, Наташа. Чтоб ты здесь 5 кг хотя бы оставила. Немножко 3. И все твои желания, чтобы исполнились именно в спорте. Поздравляем, дети. Она самая лучшая. Она не только как тренер у нас, она для нас, для каждого считается мамой. Врачом, психологом, просто человеком, который помогает в трудную минуту. То есть она всегда рядом и для нас она все. Если есть какие-то проблемы, когда это все отражается в спорте, это отражается в заяху. Ты пидаешься это скрыть, но иногда ты просто смотришь на любимый клаван, она тебя видит насквозь. Вот она видит какие-то проблемы и она просто говорит то, что есть. Я уже очень много раз с этим сталкивалась, и я просто удивляюсь, как она это все видит. Но она это все видит. Она очень предана своему делу. Очень долгие годы она воспитывала самых лучших гимнасток мира, всей планеты. У нее очень много чемпионок было. Она воспитывала всех. Поэтому Альбина Николаевна во всем мире очень сильно уважает и считает самым лучшим тренером. Это так и есть. И мы это все понимаем. И мы все гордимся, что мы тренируемся у такого тренера. Продолжение следует... Продолжение следует...